Сегодня исполняется 100 лет основателю теории нечетких множеств и нечеткой логики американскому ученому азербайджанского происхождения Людфи Заде. Людфи Заде родился 4 февраля 1921 года в селе Новханы, близ Баку, а получил начальное образование в русской школе номер 16. Когда ему было 10 лет, семья переехала в столицу Ирана. В 1944 году он успешно оканчивает Тегеранский университет по специальности электрическая инженерия, а в июле того же года Людфи переезжает в Америку и в сентябре поступает в Массачусетский технологический институт. Мировой науке известны 6 его важных теорий, широко применяемых в науке и производстве. Самой известной теорией Людфи Заде, принесшей ему мировую славу и ставшей революцией в мировой науке, стала теория нечеткой логики. Она открыла новую эпоху в истории развития математики, кибернетики, информатики и вычислительной техники. Первыми, кто в полном мере оценил его открытие, стали японские ученые. Применение теории Людфи Заде принесло Японии миллиарды долларов. Такие известные компании, как Mitsubishi, Toshiba, Sony, Canon, Sanyo, Nissan, Panasonic, Honda, широко используют теорию Людфи Заде в своем производстве. Например, в Google Scholar за ноябрь 2011 года было зарегистрировано почти 89 тысяч ссылок на его работы. Из них 26 тысяч на первую публикацию о нечетких множествах журнале Information and Control. Также на октябре 2017 года научная база данных Scopus показывала десятки тысяч академических работ, ссылающиеся на работы Людфи Заде. Людфи Заде ушел из жизни 6 сентября 2017 года в Калифорнии. Согласно его завещанию, ученый был похоронен на своей родине, в Азербайджане, в Баку.